Здравствуйте дорогие зрители, с вами снова Алексио Десичкарини. Сегодня мы продолжаем обсуждать камин Краткий Казака 9. Я его только что разжег. И пока он разгорается, температура узлов камина примерно соответствует температуре в помещении. Температура пламени зашкаливает. Еще прошло слишком мало времени, поэтому узлы камина практически не нагрелись. Температура собачьего носа 25 градусов. После получаса работы температура в помещении выросла с 20 до 21 градусов. Итак, прошло полчаса. Посмотрим какие у нас температуры. Обычно я ручку снимаю. Конструкция позволяет снимать ручку, чтобы она не нагревалась. Теперь ее в руках держать уже горячо. Померяем какой температуры ручка. 94 градуса. Температура поверхности камина. Камина. 250 градусов. Температура центра стекла. 350 градусов. Температура вот этой вот плитки. На уровне ножек за камином. 39 градусов. Температура вот этой вот поверхности плитки. По центру камина. 64 градуса. А было все в районе комнатной температуры. В районе 20 градусов. Температура плитки. 53 градуса. Температура передника 60 градусов. Так. Температура копытца. 34 градуса. Температура поверхности плитки под камином. 38 градусов. По центру. На расстоянии 15 сантиметров. Под камином. 39 градусов. Но я думаю, что это я излучение уже ловлю вот это. Померяем вот так. Да, 39. Температура поверхности носа. Возросла. Было 25. Стало 40. Нагрел нос. Температура поверхности носа. 43 градуса. Температура. Боковой поверхности камина. 185 градусов. Температура дымаря. На выходе. 88 градусов. Температура поверхности. Контакта с дымарем. 68 градусов. Температура на расстоянии. 30 сантиметров. 57 градусов. 43 градуса. Еще раз. Температура. Варочной поверхности. Можно так сказать. 270 градусов. Момент, когда перебои с газом и электричеством, если таковые будут, то возможно приготовление пищи вот в этом вот секторе. Но, конечно, чтобы ничего не выкипело и не попало влага на поверхность. Иначе может произойти беда. Может треснуть. Итак, за полчаса дровами плохого качества камин разогрелся очень сильно. Тепло сдача у него очень большая. Потому что, получается, печка находится внутри помещения. Пройдем к дымарю. Поверхность дымаря 95 градусов. Сильно увеличилась. Было в районе 20. Прикасаться к дымарю невозможно. Просто невозможно. Почему оно показывает 40 градусов? Наверное, потому что лазер отражается. По-моему, это он около 100. Вот так вот. Зеркальная поверхность неверно меряется. Поверхность стены за дымарем 33 градуса. Ну, на ощупь так оно и есть. Матовая поверхность меряется точно. 103 градуса. Вот так вот. Сэндвич. Но тепло нагревается очень сильно. Предметы, которые могут гореть, должны на расстоянии не менее 20 сантиметров находиться. Поэтому мы обои срезали. Вот тут вот 30 градусов, пожалуйста. Она прохладная тоже. Стена. Это после получаса работы. Вот отдельно я хочу сказать. Я часто пью кофе из бумажных стаканчиков. И мне в качестве размешалки сахара дают вот такие деревянные палочки. Бумажные стаканчики я выбрасываю в макулатуру. То есть отдаю на переработку. А деревянные палочки я собираю и использую их как лучины для разжигания каминя. Очень пригождаются. Они очень удобные. Размер у них хороший. То есть это как продолжение спички. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Я с радостью на них отвечу. С вами был Алексио Десичкарини. Рад стараться для вас. Будьте здоровы!